Всем белок! С вами Катя Бельчик и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами интересными рецептами вкусняшек 14 февраля. Сегодня будет много сердечек, белого шоколада и других разных вкусностей, поэтому если вам интересно, то оставайтесь со мной и погнали готовить! И для первого рецепта нам понадобится плитка белого шоколада, которую мы сейчас будем топить на водяной бане, цветные посыпочки, у меня здесь сердечки и всякие разные красные шарики, печеньки Oreo, которые я уже предварительно отправила в морозилку на 15 минуточек, а также шпажки деревянные, на которые мы с вами будем насаживать наши печенюшки. Вот мы растопили наш шоколад, я думаю объяснять вам не надо, как его растопливать на водяной бане, вы и так уже много раз у кого это видели. И теперь в идеале, если у вас найдется пищевой краситель, я нашла красный цвет, поэтому сейчас часть шоколада я отолью в отдельную мисочку, я добавляю всего капельку и той же шпажкой можно все это дело размешать. Теперь мы берем нашу печенюшку, очень-очень аккуратно посаживаем ее на шпажку, так чтобы печенька не развалилась, и обмакиваем ее в шоколаде. Теперь мы берем по одному наших красавцев и начинаем украшать. Здесь вы можете дать волю своей фантазии, не обязательно использовать только посыпку, можно какие-нибудь орешки, ягодки, все, что вашей душе угодно. Я буду использовать красную глазурь и посыпку сердечки. И для следующей вкусной закусочки нам понадобится попкорн, я купила уже готовый, снова белый шоколад. Вот тут я вам дам отличный совет, не покупайте шоколад воздушный, потому что он отвратительно плавится, то есть прошлая плитка у меня отлично растопилась на водяной бане, воздушный шоколад топится отвратительно. Хоть я об этом и знала, я все равно его купила, потому что его люблю. И еще нам понадобятся какие-нибудь украшалочки, вот что-то вроде опять же сердечек. У меня здесь еще будет ленточка, снова те же посыпочки и важная вещь, это какое-нибудь ведерочко, может быть стакан прозрачный, что угодно, сейчас вы все увидите. Для начала мы берем наш не самый лучший растопанный шоколад, ну какая разница, и обильно поливаем наш попкорн. Это будет безумно вкусно, поверьте, я уже пробовала. Все это мы перемешиваем аккуратненько. Пока отставляем наш попкорн остывать, а тем делом займемся ведерком. У меня вот такой металлический, и я планирую его украсить ленточкой. Наша ведерко с бантиком готова, и теперь мы можем засыпать наш остывший попкорн. А теперь приступаем к самому интересному и украшаем. Сердечек много не бывает, у нас все-таки день 100 Валентина, поэтому не жалейте. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Оползенная вкусная закуска, причем достаточно романтическая и оригинальная. А следующим я хочу вам показать скорее даже не рецепт, а просто приятный способ провести время вместе 14 февраля. И для этого нам понадобятся две свечки маленьких, снова шпажки, любимые зефирки, ну и зажигалка, чтобы зажечь свечку. Все, думаю, предельно просто и понятно. Мы будем с вами жарить зефирки. Да-да, многие об этом знают, но никто не думал, что в принципе можно это сделать дома, не обязательно зажигать мангал, костер. Вы просто можете вдвоем сесть, спокойненько зажечь свечку, взять зефирку, насадить ее на шпажку и приспокойненько себе сидеть и жарить ее. На этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что рецептики вам понравились и хоть что-то будет полезным для вас, и вы это используете на день святого Валентина. Ну, а я пошла эти феврки доедать.